Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток-машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Всем привет! Я точно знаю, что большинство из вас видят то место, где вы живете, вот под таким углом и вот под такой высотой. То есть, вот как вы ходите, так и видите. А большинство людей видят вообще только асфальт, потому что все в телефонах и глаза даже не поднимают. Поэтому мы решили, что на своем канале мы сделаем новый плейлист. Будет называться он «Над городами». Я вместе с вами буду подниматься над городами, над поселками, над очень крутыми местами, показывать и рассказывать. Мне в последнее время стала очень интересна история различных городов. И сегодня выпуск про Подольск, подмосковный Подольск, находится в 25 километрах от Москвы. В этом городе мы живем. Я хочу вам рассказать и показать этот город с высоты птичьего полета. Погнали! Подольск. Один из самых популярных среди туристов городов в России. Среди его достопримечательностей особенно стоит выделить усадьбу Голицына, Знаменскую церковь, стелу с часами, а также великое множество разнообразных фонтанов. Кроме этого, тут также есть уютный парк Тололихина и интересный краеведческий музей. Кроме этого, этот город, который рос в геометрической прогрессии по количеству населения. Еще в 2010 году 237 тысяч человек, а в 2014 году 280 тысяч человек. В 2015 году 308 тысяч. Сейчас население Подольска составляет 308 130 человек. Хоть Подольск основан был еще в 1627 году, статус города он получил только в 1781 году. Подольск находится сравнительно недалеко от Москвы, к югу от столицы. От МХАТа до Подольска 15 километров, а от центра Москвы 36 километров. Рядом с городом находится Сиферопольское шоссе. Через центр города проходит Варшавское шоссе. Имеется трасса Подольск-Домодедово, которая соединяет М2 и Варшавское шоссе. По городу курсирует 15 автобусов и 4 троллейбусных маршрута. В городе имеется 3 городских больницы, окружной клинический госпиталь Московского военного округа и ряд поликлиник, детская стоматологическая городская. Это Подольский родильный дом. И так, кстати, в этом Подольском родильном доме родились у них 2 детей, Артем и Родион. Через Подольск проходит Московско-Курская железная дорога, по которой отправляются поезда, ищущие в Украине, а также электрички. С недавних пор до города можно без проблем доехать на московском метро. В Московской области город Подольск занимает третье место по численности нецеления. Ключевой особенностью Подольска перед другими городами является хорошо развитая инфраструктура. Архитектура города состоит из дореволюционных домов. Четырех-пятиэтажные дома, построенные после войны. Девятиэтажные дома 70-х годов. Современные дома, построенные в монолитах и перпечах, этажность которых составляет 10-25 этажей. Кстати, стоимость квадратного метра на жилье в Подольске начинается от 80 тысяч рублей. Благодаря столь близкому расположению в столице, город по сути представляет собой спутник Москвы. В средстве этого Подольск уже фактически является его частью. Так жители Подольска в основном работают в Москве, а сами москвичи часто снимают здесь квартиры и дома. Происходит так из-за более низких цен на проживание. Население Подольска выросло после постройки и населения большого микрорайона Кедмечки, который построили для бывших военнослужащих. Следующий прирост на проживание случился в 2015 году, когда Подольск стал Большим Подольском. В состав Подольска вошли город Климовск и поселок Львовский. В городе находится Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Также в Подольске находится военный госпиталь. Да и вообще у Подольска богатая военная история. Вот, например, памятник подольских курсантов. Подвиг подольских курсантов известен на всю страну. В 1941 году молодые ребята в количестве 3000 человек удержали оборону 3 недели. В результате боев погибло около 2500 курсантов. А это спортивный комплекс «Битязь». Здание комплекса включает в себя ледовую площадку, трибуны на 5500 зрителей, рестораны, кафе. Рядом с главным зданием находится крытый теннисный корт. В 2008 году был открыт стадион Трут, в подтрибунных помещениях которого находятся залы для единоборств, для шейпинга, игровые и каэрографические, и кардиозал. Мало кто знает, но в Подольске установлена эмблема Олимпиады 80. Один из городов, через который следовал маршрут, был Подольск. Последний пункт перед Москвой. Огонь ночует в Подольске. Такое решение было принято в июле 1980 года на самом, как говорится, верху. А это вокзал, точнее вокзалы города Подольска. Городской железнодорожный вокзал и автовокзал находятся прямо в одном месте, в чем состоит немалый плюс как для туристов, так и для жителей самого города. Однако стоит отметить, что на вокзале нет зала ожидания как такового. Другими неудобствами являются отсутствие крыши, часов, а также информационного таблова. Гостям Подольска придется самостоятельно искать информацию о прибытии нужной электрички. С другой стороны, на вокзале все же есть как турникеты, так и вход и выход, а также туннель, который соединяет Москву с Подольском. Присутствуют терминалы, кассы с билетами, а также кассы дальнего следования. Туалеты все платные, а расположены они на улице. С недавних пор станция Подольск вошла в состав московский центральный диаметр, другими словами наземное метро. Теперь до Москвы добраться можно еще быстрее и удобнее. Подольск имеет довольно растянутую форму. Из-за этого районы все разбросаны. И чтобы добраться из одного района в другой, у людей уходит как минимум час, 2-3 пересадки. К сожалению, эта проблема еще не решена. В городе также много пробок, которые уже успели стать одной из главных проблем администрации Подольска. Мало кто знает, а жители Подольска точно помнят, как пару лет назад выбраться с нового микрорайона Кузнечики на Варшавское, либо на Симферопольское шоссе уходило порядка двух часов. Кстати, микрорайон Кузнечики построили, как говорили местные, город в городе. Действительно, в районе есть свои торговые центры, бани, спортзалы, рынки, поликлиники, много садов и школ. Своё сообщение с Москвой. Большой, красивый, но брошенный. Его построили и бросили. Много недостроенных, нет знаков дорожного движения, много пустых коммерческих павильонов, что делает район мрачным. Если ты житель этого района, welcome в комментариях. Пиши о моих видео. Может оттолкнуть гостей города его внешний, неприметный иллюминий. Дома в основном серые, местность холодная, а зелени очень и очень мало. Однако, с каждым годом Подольск стараются как можно больше благоустроить. Появляются новые достопримечательства, улучшается инфраструктура, но, к сожалению, делается всё очень медленно. Самым известным и красивым достопримечательством можно назвать Знаменскую церковь, находящуюся в посёлке Тубровицы. Её по праву можно считать чуть ли не символом города. Отличительной чертой церкви является не только красивая архитектура, но и загадочная и древняя история. Так даже и сегодня нам неизвестен человек, построивший это сооружение. Оснащена она была в 1704 году в присутствии императора Петра I. Церковь способна поразить посетителей не только внешней отделкой, но и внутренним интерьером. Стоит обязательно войти внутрь, чтобы своими глазами увидеть удивительную белую скульптуру, выполненную на небесном фоне. Неподалёку также располагается древняя усадьба с находящимся рядом парком и площадью. В самой усадьбе ныне находится ЗАГС. Место прекрасное и живописное, отчего неудивительно, что оно прекрасно подходит для свадебных церемоний. За самим храмом находится курган смотровой площадки, куда часто приходят молодожёны. Отсюда можно наблюдать влияние двух подольских рек – весны и плахры. А это центр. Здесь находится сквер поколений. Сквер был разбит в 2006 году во время очередной юбилейной видовщины основания Подольск. Сам сквер представляет собой целый комплекс достопримечательностей, состоящий из подольских часовых башней, являющихся чуть ли не символом города, фонарей и цветочных клубов. До перестройки здесь в основном располагались яблони и были расставлены мемориальные доски. Сама башня, помимо часов, привлекает внимание ещё большим щитом здравствуйте в городских гербахах. Здание находится в центре цветущей зелёной лужайки и окружено оградой. А это площадь славы. Вся площадь представляет собой единый архитектурный комплекс, полностью посвящённый российской военной истории, в особенности Великой Отечественной войне. Открыт он был в 1970 году руками советских скульпторов и мастеров. С того времени сохранилась построенная в советское время стела вместе с гранитными плитами с изображениями солдат. В 2010 году комплекс был перестроен и реконструирован. Власти города дополнили композицию новыми памятниками, которые были посвящены как Великой Отечественной войне, а также Чеченской и Афганской войне. Как и трудовым подвигом граждан Подольска. В окрестностях Подольска сохранилось несколько любопытных усадеб 19 века. Одна из них, имение Ивановское, принадлежала в 18 веке графу Толстому, двоюродному деду Ивану Николаевичу, под руководством которого и строилась основная часть создания. С приходом советской власти усадьба была объявлена государственной собственностью. Какое-то время там размещалось общежитие. В наше время музей был переделан в музей профессионального образования, а в западном флигеле располагается филиал уже упомянутого краеведческого музея. А это парк Толонихина. Еще одну знаковую достопримечательность города можно назвать один из самых популярных парков Подольска, названного в честь летчика-истребителя Виктора Тололихина. Запомнился и вошел в историю как человек, устроивший ночной таран, избивший несколько немецких самолетов, прежде чем погиб сам. Также располагается его памятник, установленный в 1960 году. Сам парковый комплекс располагается на одном из берегов Кипахры, совсем неподалеку от вокзала и храма Воскресения Христова. Парк популярен, как место, где регулярно проходят различные городские праздничные мероприятия и концерты. Есть здесь и театр под открытым небом. Еще одной достопримечательностью, находящейся на территории парка, является памятник Михаила Юрьевича Лерманова. Построен он был еще в 2015 году. Скульптуру изображает поэта, сидящего на кульпе бурки и держащего в руке книгу. Если вы решили посетить город Водольск и увидеть его своими глазами, то в парке Тололихина установлено колесо опозрений, на котором вы можете купить билет и прокатиться. И увидеть весь город с высоты птичьего полета. Вы на канале Семена Чемодана. Плейлист над городами. Подписывайся, ставь лайк данным выпуском. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok